Здравствуйте, меня зовут Покровская Наталья Владимировна, я доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Мы поговорим с вами о налогах, о тех налогах, которые мы уплачиваем, о тех налогах, которые так или иначе нас с вами затрагивают. Но давайте начнем с более широкой темы, с экономических отношений и основных субъектов экономических отношений. Этих субъектов три — государство, бизнес и население. Очевидно, что все эти три субъекта очень тесно между собой взаимосвязаны. Например, население мы с вами приобретаем продукцию, которая производится бизнесом, а с другой стороны мы предоставляем свои трудовые ресурсы, свою рабочую силу для того, чтобы они производили какие бы то ни было продукты. Точно так же бизнес и население взаимосвязаны с государством. С одной стороны, государство приобретает некоторые товары, заказывает их у бизнеса. С другой стороны, население представляет собой трудовые ресурсы для государства. Но что очень важно, то, что государство предоставляет нам различные общественные блага. И, соответственно, мы в обмен на эти блага предоставляем некоторую плату. Этой платой и являются налоги. Налоги — это обязательные индивидуальные безвозмездные платежи, установленные государством, которые уплачиваются бизнесом и населением для обеспечения финансовых нужд муниципальных образований и государства в целом. То есть, этот платеж обязателен, мы должны его уплачивать. Этот платеж устанавливается государством для финансирования его нужд. И в самом определении указано, что этот платеж является индивидуально безвозмездным. Но вместе с тем, слово «индивидуальный» не зря здесь указывано. Действительно, для каждого из нас уплата налогов напрямую безвозмездна. То есть, у нас нет прямой взаимосвязи между теми платежами, которые мы уплачиваем, и теми конкретными благами, которые мы получаем от государства. Однако, если мы рассмотрим общество в целом, если мы рассмотрим всех на совокупности, то в обмен на уплаченные всеми нами налоги предоставляются общественные блага. Вот таким образом и организовано налогообложение, таким образом и построены взаимоотношения бизнеса и населения с государством. С кого нужно взимать налоги? С населения или с бизнеса? С дохода, с владения имуществом и так далее? Эти вопросы открыты, эти вопросы давно обсуждаются. И хотя экономисты пытаются придумать, давно пытаются, какой-то один идеальный налог, тем не менее на сегодняшний момент взимается целая совокупность различных налогов. Давайте рассмотрим основные виды. Во-первых, что очевидно, исходя из того, что мы с вами рассматривали, налоги разделяются по субъекту, как налоги, которые уплачиваются юридическими лицами, и налоги, которые уплачиваются физическими лицами. Казалось бы, это все очень понятно, это деление очевидно. Однако есть еще одно важное деление, разделение налогов на прямые и косвенные. Прямые налоги напрямую уплачиваются с имущества или с дохода теми, кто, соответственно, и должен уплачивать этот налог. Для прямых налогов плательщик и носитель налога, то лицо, из чьего доход выплачивается налог, совпадают. А вот для косвенных налогов это не так. Косвенные налоги — это некоторая надбавка к цене, которая в цене и уплачивается. Вот и получается, что косвенные налоги, самый яркий пример — это НДС, юридически являются налогом, который уплачиваются юридические лица. То есть с формальной правовой точки зрения они уплачиваются продавцом, юридическим лицом, бизнесом. Однако очень важно, что уплачиваются эти косвенные налоги из нашего с вами дохода. Вот и получается, что плательщиком по косвенным налогам является бизнес, а носителем — население. То есть мы с вами платим те налоги, которые напрямую взимаются с населения, и те, которые так или иначе на нас перелагаются. Следующее разделение налогов — это разделение по виду объекта, то есть исходя из того, что облагается налогом. Различают налоги с дохода, налоги с имущества, налоги на потребление, ресурсные налоги. Есть также достаточно давнее историческое разделение налогов на абстрактные и целевые. Целевые налоги взимаются для определенного расхода, то есть они напрямую связаны с некоторым определенным расходом. Абстрактные налоги, в отличие от целевых, взимаются в целом, исходя из владения объектом, уплачиваются субъектом и потом тратятся на различные нужды по усмотрению государства. На сегодняшний момент налоги являются абстрактными, то есть прямой связи между величиной уплачиваемых налогов и конкретным расходом не существует. То есть достаточно стандартное представление о том, что мы уплачиваем транспортный налог, а по каким-то причинам дороги в нашем дворе не улучшаются. Но на самом деле прямой связи здесь нет. Во-первых, между транспортным налогом, который уплачиваю лично я и той дорогой, по которой лично я еду, и в принципе между конкретным видом налогов и направлением расходования. Еще одно важное разделение налогов, исходя из того, каким образом рассчитывается сумма налога. Юридические лица, бизнес, чаще всего уплачивают налог по декларации. Они сами рассчитывают свои налоги, заполняя декларацию, соответственно сообщают государству, какую сумму необходимо уплатить и уплачивают эту сумму. Для физических лиц все-таки более распространена уплата по уведомлению. Это касается, в первую очередь, преимущественных налогов. То есть мы с вами получаем уведомление, в котором указана сумма налога, которую нам нужно уплатить и, соответственно, сроки, в которые мы должны это сделать. Ну а подоходный налог с нас в большинстве случаев удерживает работодателя. Мы также сами не заполняем декларации в том случае, кроме тех случаев, когда мы получаем какие-то другие виды доходов не от нашего работодателя или мы хотим заявить какие-то виды вычета. Получается, что населению не обязательно заполнять декларации и, в общем-то, можно не вникать в процедуру расчета. В целом это так, однако если вы будете понимать, как рассчитываются налоги, у вас будет больше возможности либо обнаружить какие-то неточности, ошибки, которые могут быть, либо воспользоваться различными льготами и уплатить в итоге меньшую сумму. Что касается по имущественных налогах, конечно же, достаточно важно отслеживать регистрацию вашего имущества налогооблагаемого для государства в налоговых органах. В этом смысле очень хорошим способом этого отслеживания является личный кабинет налогоплательщиков, в котором можно узнать, какие объекты за вами зарегистрированы, какие суммы налогов предполагаются к уплате и так далее. В любом случае, понимая процедуру расчета налогов вы действительно сможете уплатить, во-первых, налоги правильно, точно и в срок, а во-вторых, узнать, какие возможности есть уплачивать эти налоги в меньшей сумме. Еще одно разделение налогов по характеру ставок — это налоги равные, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные. Это разделение говорит о том, как связана сумма налогов с той величиной, с которой эти налоги взимаются. Равное налогообложение — это когда каждый человек уплачивает одинаковую сумму. То есть, если бы, например, нас было 100 человек, и нам нужно было бы собрать 1000 рублей, скорее всего, мы бы с вами скинулись по 10 рублей и получили бы эту сумму. Вот таким вот образом возникает равное налогообложение. Исторически оно одно из первых, однако на сегодняшний момент оно не предусматривается в налоговых системах, потому что есть более современные, более продвинутые способы. Пропорциональное налогообложение предполагает взимание налогов в определенном проценте от налоговой базы. То есть, вне зависимости от того, какова величина вашего дохода, какова стоимость вашего имущества, вы уплачиваете определенный процент от этой величины. При пропорциональных налогах, соответственно, сумма налогов увеличивается. Чем больше у вас доход, тем больше процент с этого дохода берется, а в случае регрессивных налогов происходит все совершенно наоборот. Чем больше ваш доход, чем больше стоимость вашего имущества, тем меньшая доля от этого дохода имущества будет взиматься. В налоговых системах развитых стран преобладают прогрессивные налоги. В России основной налог, который взимается с физических лиц, налог на доходы физических лиц, является пропорциональным. Однако регрессивные аспекты, регрессивные налоги в российской налоговой системе также существуют. Основными субъектами экономических отношений являются бизнес, государство и население. Государство предоставляет общественные блага в пользу бизнеса и населения. Мы с вами уплачиваем налоги в обмен на те блага, которые предоставляет государство. Субтитры создавал DimaTorzok